И мы начинаем первую в этом году программу «Статус» Екатериной Шульман. Веду эфир, как всегда, я, Майкл Наки, и в студии, конечно же, Екатерина Шульман. Добрый вечер. С наступившим всех наших дорогих слушателей. Всех поздравляем, но окончившиеся праздники, наступивший Новый год, не повод не просвещаться, не узнавать... Наоборот, это как раз повод просвещаться. С удвоенной силой. Потому что один вторник, когда мы должны были просвещаться, мы пропустили, собственно, из-за праздников. Поэтому должны теперь наверстывать в двойном объеме. Поэтому будете говорить в два раза быстрее. Поэтому слушать все должны в два раза внимательнее. Вы, уважаемые слушатели, можете писать свои сообщения, свое мнение, свои вопросы по телефону для СМС плюс 7-985-970-4545. И в Твиттер-аккаунт вызван, а также присоединяться к Ютуб-трансляции на Ютуб-канале «Эх, Москвы». И, я думаю, мы сразу перейдем к нашей первой рубрике. Не новости, но события. Екатерина, что за прошедшие хоть и праздничные дни можно считать событиями? Были ли таковые и что привлекло ваше внимание? Праздничные дни или недели – это обычно время, когда не то что событий, но и новостей особенно не хватает. Поэтому новостное пространство приобретает такой несколько дикий вид. Пытаются извлечь новости буквально-таки из ничего. В социальных сетях начинают обсуждать, причем как-то очень с кровавыми ошметками, «Салат оливье», «Хорошо ли жилось при советской власти» и какие-то другие совершенно рандомные темы. Тем не менее, есть процессы, которые не ждут и не останавливаются на празднике. И есть регионы и уголки земли, в которых этого перерыва новогоднего не существует. Я бы привлекла внимание наших слушателей к тому, что происходило в эти дни в Иране. В Иране происходили достаточно массовые выступления с жертвами, к сожалению, антиправительственные в наших терминах, ну, некие антивластные демонстрации, судя по всему, спровоцированные повышением цен на продовольствие, на хлеб и яйца в первую очередь, и также какими-то другими внутренними причинами, скажу я осторожно, которые привели к тому, что в более чем 80 городах люди в достаточно больших количествах, я так аккуратно говорю, потому что вообще в наше время любые чрезвычайные события, любые массовые выступления, они тут же обрастают огромным количеством фейков. Вы видели наверняка и в социальных сетях, и в медиа фотографии, которые якобы были прямо сейчас из Ирана, потом это оказывались либо кадры из другой страны и другого времени, либо скриншоты из кинофильмов, слава богу, если не из компьютерных игр, как любят. Министерство обороны показывает, то есть тут надо быть очень аккуратным. По приблизительным подсчетам, в целом, ну вот, меня встречала цифра 42 тысячи человек, участвовала в этих возмущениях, что для 80-миллионной страны, в общем, не очень сильно много, 20 погибших, это цифра более точная, кончилось вроде бы как ничем, ну вот из таких ярко выраженных политических проявлений, это домашний арест президента Ирана, что мы с вами можем... Да, бывшего президента Ирана, который вроде как поддержал эти самые выступления. А ну это все уже закончилось, вот эти протесты, или непонятно? Нет, мы не можем этого сказать, мы можем сказать, что пока каких-то вот таких вот результатов, типа того, что свергли власть, или наоборот, передумали свергать власть, пока нет, но это манифестация в буквальном смысле, то есть проявление какого-то процесса недовольства. Опять же, в чем именно это недовольство заключается, нам, на самом деле, понять трудно. Иран чем дорог сердцу политолога? Значит, мы тут с вами многократно говорили, когда речь шла о событиях в разных странах, что мы тут не изображаем из себя страновых экспертов. Да, страновые эксперты занимаются своими странами и регионами, и знают в больших подробностях ситуацию и людей, и расстановку силы в этих самых странах и регионах. Но их есть один недостаток. Они преувеличивают своеобразие, обычно, своих предметов изучения. Они не видят некую общую картину. Соответственно, те люди, которые, например, политологи, занимаются... То есть они часто ссылаются на специфику? Они ссылаются на специфику, совершенно верно. Те, кто занимаются, наоборот, там режимной типологией, вроде меня, они не знают, могут не знать, как там кого зовут, и, значит, кто там какой тейп, соответственно, народ и клан к чему относятся, и кто с каким в родстве, но они видят вот именно типическое. Иран характерен тем, что это один из очень немногих, я бы сказала, уникальных политических режимов. А политические режимы вообще достаточно однообразные. Наш, например, с вами банален как шестой номер – калош. Таких не просто много. Я бы сказала, что количественно таких большинство, именно таких, как мы... Я приведу цитату из современного классика политологии Барбары Гендес, которая, значит, вот один из таких крупнейших современных исследователей как раз гибридных и промежуточных режимов автократии смешанного типа. И вот она пишет в предисловии к одной из своих книг. Вот смотрите, сколько сил научных и вообще ресурсов было потрачено на изучение фашизма. Понятно почему. Да, это завораживающее обаяние зла. Но с точки зрения исторической он проявлял себя в коротком этапе и, в общем, на ограниченной территории. А большинство жителей Земли живут при режимах промежуточного типа. Поэтому мы вот с вами очень типичны. Если бы меня кто-нибудь спросил, никто меня не спросит, а что у нас есть такого в нашем политическом режиме, что вот его отличают от всех остальных? Я бы даже затруднилась ответить на самом деле. Таких масса на постсоветском пространстве, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Вот эти вот имитирующие демократии, при этом все-таки не совсем автократии, одновременно имитирующие какой-то авторитаризм путем надувания щек, но на самом деле не сильно авторитарные. Их очень много. А уникальных политических режимов, которые именно по механизму принятия решений отличаются от всех остальных, их, в общем, мало. Я бы сказала, что своеобразная форма демократии – это Соединенные Штаты, не очень похожие на все другие. Конечно, главная их черта – это двухпартийность и отсутствие прямых выборов президента. Может быть, сейчас этот механизм подвергается какому-то давлению, может быть, он изменится, но пока он живет достаточно долго, и он уникален. В других странах такого нет. Он порождает много достаточно спорных ситуаций. По крайней мере, о них спорят. А до этого одновременно он порождает все то другое, что он порождает в американской жизни. Но пока просто отметим, что вот эта уникальная вещь – такого нет в других местах. Китай – недуплицируемая система. При всех разговорах о китайском опыте, китайском влиянии и том-сем, их меритократическое, по крайней мере, попытка изобразить меритократическое правление, их ротация кадров через партию, их своеобразное территориальное деление, их сочетание идеологического гнета и экономического разнообразия – абсолютно уникально. Такого нет нигде. Так вот, Иран является уникальным политическим режимом. Его трудно с кем-то сравнить. Его называют теократической демократией или теократической республикой. Он сочетает в себе религиозную власть и ниже уровня вот этой абсолютной религиозной власти, власти верховного лидера, власти стражей революции, там, в общем, элементы демократии в значительной степени присутствуют. Там регулярные конкурентные выборы с малопредсказуемым результатом. Там парламент, которым тоже баллотируется, значит, много кто туда баллотируется и тоже есть конкуренция. Там говорят, опять же, не будучи страновым экспертом, не буду полностью в это верить, но говорят, что достаточно независимый суд и большое количество тех конфликтов, которые не могут разрешиться путем политической борьбы, переносятся в суды, и вокруг судов там происходят митинги и столкновения. То есть вот это вот то, что нам трудно себе представить. Можно себе представить простую восточную деспотию, примитивную. Это не оно. Можно себе представить такую вот народную демократию при этом в бедной и малоцивилизованной стране. Это тоже бывает. Но это тоже не оно. Иран в этом смысле уникален. С точки зрения демографии, которая, как мы тут многократно говорили, есть царица всех общественных наук, Иран демонстрирует молодежный навес в классическом виде. То есть если вы посмотрите на иранскую демографическую пирамиду, то вы увидите некую инверсию нашей с вами демографической пирамиды. Это вот эти два длинных-длинных кирпича, две длинных-длинных балки. Это молодежь 15-20-20-25. Что это обозначает? Точнее говоря, с чем это коррелируется? Молодежный навес – высокий уровень агрессии. Либо внешний, либо внутренний, либо и той, и другой. Покажите мне страну, в которой большая молодежная страта, и я вам покажу страну, которая будет воевать. Так или иначе. Это, что называется, не приговор. Можно, наверное, и без этого. Но, в принципе, корреляция есть. Поэтому мы видим в случае с Ираном высокую пассионарность, употребив, если не совсем научный термин, действительно низкую толерантность к, прошу прощения, высокую толерантность к насилию, опять же, в отличие от нас. Соответственно, в отличие от наших их протестов 2011 года, с которыми можно, может быть, сравнить эти выступления. Хотя многие говорят, что вовсе они не либеральные, и они не против клерикалов, а они, наоборот, за возвращение к чистоте ислама. И они против той, вроде бы как, либерализующей политики, которую проводит нынешний президент. А президент, еще раз повторю, избран на конкурентных выборах. То есть, какая там повестка у протестующих, понять, на самом деле, сложно. Вот, кстати, еще один из продуктов нашего времени. Вроде бы, все известно про всех. Все снимается в режиме реального времени. Зайди в YouTube и посмотри. Ну, и версии появляется столько, и объясняются эти ролики совершенно по-разному. А при этом сказать, сколько народу пришло, что хотели, что за лозунги, и быть уверенным, что это не фотошоп, и, опять же, не кадры из кино, и что вам не продали какую-то очередную, значит, лажу, очень трудно. Поэтому, значит, что мы с вами можем, какой вывод из этого, что называется, излить. Хотелось бы, чтобы там не случилось какой-то кровавой баня. 40 лет прошло с их прошлой революцией. Возможно, действительно, накапливается усталость некое в населении. Хочет ли это население, еще раз повторю, возвращение к первоначальным нормам чистоты ислама, или оно просто думает, что оно хочет. Если мы вспомним, у нас в начале перестройки тоже был лозунг возвращения к ленинским стандартам. И если бы смотреть на это со стороны, то можно было бы подумать, что людям не нравится вот эта разложившаяся, понимаете, коммунистическая партия в каком-то 86-м году. Они хотят вот радикального военного коммунизма, как в 23-м. На самом деле, люди не знали, что они хотели. Они хотели перемен каких-то, да? Просто чего-то другого. Да, они апеллировали к этому самому Ленину, которого никто не знал, не помнил, никому-то никто не интересовался, как к чему-то непохожему на нынешние порядки. Вот, типа, вы есть плохие, там, коррумпированные, развратные, а был какой-то хороший, добрый дедушка Ленин, полный, опять же, евангельской чистоты. По крайней мере, как говорят легенды. По крайней мере, легенды эти жили в массовом сознании, соответственно, это и было. Потом это очень быстро позабыли, никто к ленинским нормам возвращаться не стал, Советский Союз развалился. А, соответственно, если проводить параллели, лучше их, может быть, не проводить, но если проводить, может быть, там какая-то такая ситуация. Там война идет поблизости в Сирии, в которой Иран активнейшим образом участвует. Судя по всему, вот одно из немногих, чего можно понять, это то, что людей возмущает излишняя ангажированность вовне, траты на военные расходы. Тип «кормите чужих, а своим не даете». Это очень популярный и очень могущественный лозунг. Нам тоже на эту тему, нам и нашему политическому менеджменту имеет смысл подумать. Опять же, я против проведения параллелей, которые могут быть ни на чем не основаны, но то, что людей везде, будь они стражи ислама, будь они нерелигиозные жители Российской Федерации, очень сильно раздражает, когда им под предлогом великодержавности и влияния в регионе говорят, что у вас зато хлеб в два раза поддражает с 1 января. Зато мы тут сейчас всех победим и установим наш флаг где-нибудь там. Быстро приедаются такие вещи. Очень быстро. Никогда не стоит преувеличивать вот этот вот самый жертвенный патриотизм. Когда я читаю эти разговоры про то, что шииты вообще страшно любят жертвовать собой, и хлебом не корми, дай самоубиться, я очень вспоминаю разговоры про русских людей, которым тоже хлеба не надо, им бы лишь бы в танке сгореть. Не верьте никогда, дорогие товарищи, этим разговорам. Это почти ни разу не соответствует действительности. Значит, что в границах нашей с вами Российской Федерации, о чем бы хотелось успеть рассказать? Можно говорить про велотекущую избирательную кампанию, про регистрирующихся, желающих зарегистрироваться, про начало сбора подписей, про штабы, которые организуются, но тут на самом деле ни событий, ни новостей мы особенных не огребем. Единственное, что могу сказать, подтвердить всем происходящим, тот вывод, который был у меня еще на самом старте избирательной кампании, со стороны основного кандидата кампания будет проводиться очень-очень тихо. То, что называется low profile. Судя по всему, кабинок по сбору подписей на площадях не будет, видимо, в избежание там некрасивых кадров, когда стоит одинокий сборщик, а все мимо проходят, на него не смотрят. Вот наш корреспондент видел такое на Белорусской, там в углу где-то стоял. Вот, на Белорусской куда-то запрятался этот сборщик, видимо, потому что его там не попили или что-нибудь еще в этом роде. Я думаю, что это постараются вообще свернуть и собирать подписи традиционным образом через предприятие. Конечно, это гораздо приличнее и веселее. Соответственно, остальные кандидаты, которые могут позволить себе публичность, будут это делать более публично, но на уровне федеральной телепропаганды будут стараться не напоминать особенно избирателю о том, что он, в принципе, избиратель. Есть ощущение, и, может быть, оно и верное, что если людей слишком начать мобилизовывать и активизировать, они не в том настроении, чтобы испытывать какие-то особенно положительные чувства по этому поводу. Поэтому компания будет идти под лозунгом, опять же, со стороны основного кандидата, «Не буди лихо, пока оно тихо». Слушайте, ну раз уж разговор зашел, поскольку это в последние недели очень бурно обсуждается, а вот некоторые оппозиционные деятельности, деятели, в частности Алексей Навальный, говорят, что наоборот, явка – это та священная корова, на которой будет власть на предстоящих выборах молиться. Получается, что нет? Вряд ли это соответствует действительности. Сложное положение. Начнешь явку нагонять, либо придут рассерженные избиратели и проголосуют тебе как-нибудь неожиданно, либо ты оказываешься в зависимости от профессиональных организаторов явки, определенных региональных лидеров и, соответственно, лидеров групп финансово-промышленных, которые могут это сделать через свои предприятия и организации. Будешь совсем ничего не делать, явка будет низкая, как-то стыдно. Насколько я слышу разговоры несчастных официальных пропагандистов, которые обязаны что-то такое на эту тему говорить, и сейчас основная песня о том, что не в явке счастье, не в явке легитимность, а вот в 2012 году было 65%, и никто не сомневался в легитимности результатов. Это плохое сравнение, плохая очень параллель. В 2012 году выборы проходили на фоне протестов. По итогам протестной кампании по итогам маркировки, так называемой, которая была, мягко говоря, неоднозначно воспринята нашим обществом, как это называется. То есть лучше с 2012 годом не сравнивать особенно. Но я из этого только могу уловить, что смирились с низкой явкой, молятся только, чтобы было выше 50. Дай бог, чтобы было выше 50. Это уже будет считаться приличным, а дальше будут говорить, опять же, не в высоких процентах заключается. Государственное благополучие, за то у нас чисто и фальсифицировано. Да, лишь бы, как это, погода в доме. Вот что-то в этом роде. Еще одно из событий внутренней повестки, о котором мне хотелось бы поговорить, потому что никто вам больше про это не расскажет. С 1 января традиционно вступают в действие всякие неожиданные законодательные акты. В конце года любят у нас подписывать то, что Государственная Дума приняла в конце осенней сессии. Обращу внимание на подписанный президентом буквально 31 января поправки в закон об отходах производства и потребления. Закон о раздельном вывозе мусора. Вы могли заметить, дорогие радиослушатели, что мусор, свалки, отходы – это очень токсичная политическая тема. Об этом спрашивают президента на прямой линии. Начинаются какие-то скандалы с подмосковными свалками, кого-то арестовывают, какие-то свалки закрывают. Люди митингуют, выходят, протестуют, машут плакатами, говорят, обещали закрыть, ничего не закрыли. Москву накрывает запах сероводорода, говорят, что это из-за тоже какой-то очередной свалки. Нет, сначала пять дней не могут найти. Потом накроют свалку. Потом говорят, нет, это не свалка, это НПЗ в Капотне. Это виновата «Газпромнефть». Собираются неутомимые сыновья прокурора Чайки, собираются покрыть всю Россию сетью мусоросжигающих заводов. Почему это все происходит? Во-первых, это действительно серьезное дело. Это очень большие деньги. Вообще, называть что-то новой нефтью – это уже так же банально, как называть любой цвет новым черным. Так вот, у нас все есть новая нефть. Люди – это новая нефть. Данные – это новая нефть. Так вот, отходы – это тоже новая нефть. Is also the new black. Потомки наши будут удивляться нашему отношению к так называемым отходам, потому что то, что можно перерабатывать, это действительно бесценный ресурс. Почему во всех странах, ну ладно, не во всех, но во многих странах, переработка мусора, свалки, вывоз – это бизнес-мафии, так же, как и строительный. Почему? По той же причине, по какой и строительный. Потому что это трудноотслеживаемые потоки. Много проходит всего. И, собственно, самого материалу, и трудно оценить его стоимость. На стройке всегда можно завышать цену, потому что все можно закопать в коплован. Тут буквально можно закопать или сжечь, и поди проверь, сколько там чего на самом деле. Не проинвентаризуешь. Не проинвентаризуешь, не проверишь потом. Поэтому это А. Большие деньги. Б. Трудноучтенные, трудноконтролируемые деньги. Нас с вами ждет то будущее. Просто будьте к этому готовы. Это не зависит от ценовей чайки, от президента и от губернатора Московской области. Нас с вами ждет будущее, которое уже пришло в Европу, а именно принудительная сортировка мусора, вывоз за деньги, штрафы за то, что вы выкинули не тот мусор, не в ту самую бочку. Это все будет. Просто, опять же, повторюсь, приготовьтесь к этому морально. Тарифы на это дело будут для начала появляться, а потом расти. Ну, собственно, тарифы на это уже есть. Будут тарифы на раздельный вывоз. Судя по новому закону, новый закон вообще должен был вступить в действие еще в 2016 году. Но эта реформа была отложена, потому что регионы сказали, что они не готовы. А это, естественно, дело регионов. Заниматься этим вот. Новым законом им предписывается, каждому региону иметь регионального оператора по вывозу этого самого мусора и устанавливать самостоятельно всякие вот эти вот раздельные штуки. Ну, в принципе, это хорошая вещь. Понятно, что выбрасывать все вместе это варварство и третий мир, и нам пора с этим уже заканчивать. Я надеюсь, что все-таки не заставят бедных русских людей сразу все сортировать на шесть частей, потому что, действительно, кто живет в Европе, тот знает, что это занятие, которое очень много времени занимает в домашнем хозяйстве. Но делать это надо будет. У нас, насколько я понимаю, принята концепция мусоросжигательных заводов, но для того, чтобы мусоросжигательные заводы могли работать, им тоже нужна сортировка, иначе они не смогут сжечь все подряд. Им гораздо лучше сжечь то, что можно сжечь, а все остальное перерабатывать. Значит, Япония страна с максимальным процентом сжигаемого мусора, но они тоже все сортируют. Значит, у нас с вами 90% отходов бытовых и строительных вывозится на свалки, то есть закапывается. В Москве своих свалок нет, все свалки в Московской области. Поэтому у нас с вами такие жуткие проблемы с этим делом. Московская область хочет застраивать территорию вокруг свалок. Вывозящие хотят получать деньги за свой вывоз. Каждый вывозимый грузовик – это отдельное денежка. Значит, это все золотое дно буквально. Поэтому, к чему я все это вам рассказываю? Значит, во-первых, это наш с вами завтрашний день. Просто имейте в виду, эта тема никуда не уйдет. Во-вторых, если к вам неожиданно придут и потребуют у вас денег за вывоз вашего сортированного мусора, не удивляйтесь. Если вас больше штрафовать за то, что вы, опять же, чем-нибудь не туда положили, тоже не удивляйтесь. Будьте, что называется, готовы. У нас с вами при советской власти все это было в карикатурном виде сбора металлолома, сбора макулатуры. Вот на новом историческом витке все это благополучно возвращается. Значит, закон подписан. Еще раз повторю, 31 декабря. Закон правительственный был, соответственно, принят думой. Был достаточно быстро в самом конце этой осенней сессии. Так что праздник к нам приходит. Как это и вкус бодрящий. Вот это вот все к нам придет. Вот хочется надеяться, что это не приведет всего лишь к распилу средств, выделенных на построение этих самых мусоросжигательных заводов, что это как-то войдет в привычку дорогих россиян, и наша с вами поверхность России не покроется вот этими бесконечными свалками. Потому что, в принципе, при всем том, что это неучтенные мафиозные деньги, элемент рационального в этом тоже есть. Как-то придется в этой новой реальности существовать и привыкать к тому, что уже нельзя все вместе выкидывать в ведро, а ведро потом под куст. Вот это уже эти времена прошли, скажу я, норовоучительно. Будем следить за экологическими преобразованиями. И переходим к нашей следующей рубрике, которую мы начнем в этой части программы. Наверное, продолжим в следующем. Я думаю, что да. Азбука демократии. А долгожданная, собственно, коррелирующая с названием рубрики, слово, какое же оно у нас сегодня. Зрители YouTube-трансляции могли разгадать. Наш небольшой ребус. И, кто знает древнегреческий язык, могли уже давно прочитать то слово, которое написано у нас на доске. Действительно, как в «Сказке тысячи одной ночи», в какой-то момент наступает такая ночь, когда Шахразада рассказывает Шаху его собственную историю. И тут кажется, что повествование должно схлопнуться в этот момент. Также у нас в рубрике «Азбука демократии» наступает буква «Д» и, собственно говоря, термин «демократия». На нашей красивой доске мы видим замечательную колонну ионического ордера. И, соответственно, над ней написано это самое слово. А мы с вами о демократии говорили, на самом деле, в каждом предыдущем выпуске нашей рубрики. Получается, что мы о ней уже практически что угодно, все, что можно о ней сказать, мы о ней сказали. О чем бы мне хотелось поговорить сегодня? Ну, во-первых, сам термин. Термин – это действительно греческий. Обычно его переводят как «власть народа». Кратос – это скорее «сила», чем «власть». Но, тем не менее, хорошо – «власть народа». А если вы помните наши с вами предыдущие беседы, и в том числе отцов политической науки, политической теории, о которых мы с вами тоже рассказывали, вы обратили внимание на то, что никто демократию особенно не любил, никто не называл ее наилучшим способом правления. Этого она плелась где-то в конце, где, ну, вот, если совсем что-то там плохо, то, может, все хотели что-то другого. Аристотель – отец отцов и учитель учителей, как мы помним, называл ее одним из трех неправильных устройств общественных, в отличие от трех правильных. Значит, вот есть монархия, асистократия, полития – правильные, хорошие политические режимы, а есть и ранее олигархия, демократия – неправильные политические режимы. А почему, собственно, Аристотель не любил демократию? За что он ее… Причем он видел ее основной недостаток? Он видел основной недостаток ее в том, как ни странно, что она дает преимущество богатым и знаменитым, что в случае с, так сказать, демократическими выборами преимущество получает тот, кто больше имеет возможности мозолить глаза населению. То есть он видел опасность демократии… Тренд-центры. Да, он видел опасность для демократии в приходе к власти популистов. А те, которые поглупее, видели опасность демократии в том, что вот Охлос, вот эта страшная толпа придет к власти, и вот тут-то она, значит, начудит. Ну, собственно говоря, предшественник Аристотеля Платон, тот вот тоже демократию не любил. Ему хотелось, значит, царя-философа. Мы с вами о нем говорим довольно мало. Если кто-то читал Платонскую республику, он рисует абсолютно фашизойное государство, в котором никто из нас не хотел бы оказаться. Тем не менее, в общем, все хотели чего-то получше, а вот лучше бы, значит, говорил Аристотель, давайте вот полития, да, у нас будет. Полития – это вот такой вот, знаете ли, власть граждан, направленная на общее благо. Там Платон говорил, а давайте царя-философа. Теоретики абсолютизма гораздо позже говорили, а давайте вот у нас будет монарх просвещенный. Не доверяли простому народу. Демофобия это называется. Страх перед народом. Никто вот ее беднярку как-то вот, это же называется не first choice, никогда ничей первый выбор. И венчается эта фразой, приписывая Мечерчилю, которому бедному приписывается много всяких фраз, о том, что демократия – наихудший способ правления, за заключением всех остальных. А почему уже этот несовершенный метод завоевал землю? Почему ему подражают даже те, кто не являются демократиями? Почему имитируют ее все страны и народы? Почему те, кто ее не имитируют, а действительно ее имеют, живут дольше, лучше, развиваются быстрее, выигрывают войны и вообще воюют меньше? Что в ней такого невероятного? Если бы, вот, опять же, задали бы мне вопрос, который меня никто не задает. Что есть демократия? Много определений ее, много есть попыток определить, что она есть и чем она не является. Иногда говорят, демократия – это власть большинства. Иногда говорят, демократия – это защита прав меньшинства. Демократия – это уважение к правам человека. Демократия – это равенство перед законом или власть закона. Демократия – это регулярные выборы. Все это правда. С другой стороны, когда видишь эти определения, особенно те, которые нынче считаются общепринятыми, кажется, что это просто попытка описать все хорошее, исключив все плохое. Кто же не любит, как в «Войне и мире», значит, Аббат говорил Пьеру, кто же не любит свободу и равенство? Еще Спаситель наш проповедовал свободу и равенство, когда тот, значит, юный Безухов, ему говорил, что идея революции и французской – это великое дело. Все любят свободу и равенство. Всем теоретически нравится равенство перед законом. Все хотят уважения меньшинств, и все хотят при этом, чтобы большинство могло как-то проявлять свою политическую волю. Почему в других? Что есть именно в демократическом устройстве такого, что нет в других? Почему она так эффективна? Так вот я вам могу сказать, в чем мое понимание того, что есть демократия. Демократия – это распределение власти. Вот то, что есть у нее и чего нет у других. Демократия – это механизм, препятствующий концентрации власти в одних руках. Это не власть большинства, и не власть меньшинства, и не власть парламента, и не власть президента. Демократия – это лозунг «вся власть никому». Вся власть, вся полнота власти не должна быть нигде. Поэтому Аристотель был прав со своими опасениями, что придет к власти популист и все ее себе захапает. Поэтому, начиная с афинской демократии, все их способы, и о них сегодня поговорим, и жребия, и астротизмы, и регулярная смена всеми гражданами разных обязанностей, была направлена именно на это, на то, чтобы власть не концентрировалась, а распределялась. Запомните, уважаемые слушатели, мы вернемся к ней сразу после новостей. 21.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на «Ихе новости». Более 700 россиян заплатят 970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера. Эхо Москвы. Мы с вами. В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». 21.35 в Москве. Мы продолжаем программу «Статус». С Екатериной Шульман. Она все еще в студии. Все еще, да. Да, и все еще в студии. Я, Майкл Наки, веду этот эфир. Мы продолжаем обсуждение ключевого термина в нашем, как это, курсе, курсе передач, а именно демократии. Замкового камня. Да. То, от чего все затевалось вообще. Да, совершенно верно. Мы с вами поговорили о том, что является отличительным признаком демократии, и что ее, собственно говоря, выделяет среди всех иных форм государственного устройства. Хотелось бы также успеть сказать о том, каковы формы демократии. Формы ее чрезвычайно разнообразны. Это вообще очень гибкая модель. Она в нынешней терминологии больше ассоциируется с либеральной демократией, а либеральная демократия с некими обобщенно-западными формами общественного устройства. Но даже и это, на самом деле, обозначает непонятно что, потому что Запад, он чрезвычайно разный. И те формы политических режимов, которые существуют в Западной России, тоже мало чем, на самом деле, похожи друг на друга. Тем не менее, что бывает? Значит, демократия сочетается как с монархией, так и с республикой. Монархические страны, конституционные монархии Северной Европы, Великобритании, например, отлично себе при этом бывают демократиями. Значит, главное, чтобы монарх не обладал избыточными полномочиями. Большинство демократий, в принципе, республики, хотя, еще раз повторю, те страны, которые вечно получают максимальные баллы по всяким рейтингам Freedom House и прочей демократии индекс, это как раз скандинавские монархии. Так что не обязательно, собственно говоря, монархии и не быть. Значит, собственно, либеральная демократия, чем она отличается от всех остальных? Не тем, что там выбирают только либеральные партии, либеральных кандидатов. Это все ерунда. Значит, либеральная демократия характеризуется больше, как это называется, партиципативностью, то есть участием граждан. Предполагается, что некоторое количество функций, которые традиционно берет на себя государство, в либеральной демократии берет на себя общество. Или они делегируются обществу. То есть люди сами решают через, прежде всего, институты местного самоуправления, каким образом им там жить. То есть государство как бы старается быть меньше, старается не расползаться. Это, опять же, к вопросу о распределении. Демократия – это распределение. Демократия – это не вертикаль, а сеть. Именно поэтому, я думаю, что она так соответствует духу нашего времени. И чем дальше, тем больше она будет ей соответствовать. А квинтуссенцией станет облачная демократия, когда все голосуют вообще за все? Это очень интересно. Вернется ли прямая демократия в греческом духе благодаря электронным средствам голосования? Это вопрос, который очень обсуждается сильно политическая наука. А знаете, что еще обсуждается? Так. То, о чем мы еще сейчас поговорим чуть дальше. Жребий. Ага. Как альтернатива выборам. Поскольку выборная система вызывает много нареканий, скажем так, благодаря тому, что она, опять же, как сказал еще Аристотель, дает преимущество вот этим вот самым неизвестно каким кандидатам. А чем дальше, тем больше, потому что происходит медиатизация, как это называется, политического пространства. Кто в Твиттере зажигательно пишет, тот, значит, молодец. Это с одной стороны. С другой стороны, выборная система малодемократична, потому что для того, чтобы участвовать, нужно обладать очень большим ресурсом. Поэтому, как ни странно, распределение должностей по жребию может иметь неожиданный камбэк в будущем. Опять же, запомните этот твит. Об этом нынче много пишут. Это очень интересная тема. А есть ли где-нибудь хоть где-то вот реально какая-то попытка хотя бы имплеменцировать это куда-нибудь? Где-нибудь вот сейчас распределяют ли это дело? Ну, опять же, греки этим занимались. Почему зря? Поскольку там каждый гражданин должен был занять много должностей, точнее говоря, все должности должны были занять все граждане по очереди, то, соответственно, эта очередность, она была отдана на волю жребия, потому что иначе, ну, во-первых, может, никто особо не хотел, во-вторых, не считалось нужным предоставлять это какому-то выбору. А сейчас эти вещи тоже могут появиться, потому что, по тем причинам, которые я назвала, благодаря тем претензиям, которые имеются к электоральным системам, а также благодаря тому, что вот эта самая партиципативность, то есть участие граждан, оно тоже расширяется. Поэтому люди будут выполнять, могут выполнять значительное количество функций, но вообще интересно будет, если какому-то там старшему по подъезду будут выбирать жребия. Понятно, что это на низовом уровне, вряд ли можно выбирать таким образом, значит, президента. Но вас же не удивляет, что присяжные избираются таким образом? Кстати, кстати, хороший пример. Они ведь облечены властью в один момент относительно только одного кейса, но очень большой властью. Где-то даже над жизнью. Совершенно верно, совершенно верно. И при этом их выбирают случайно. И никто не говорит, что, боже, какой ужас, как же так, значит, можно. Опять же, почему греки пользовались этим инструментом? Потому что их все должности тоже были временными. Между прочим, мы обязаны этой идеей, что нельзя миропомазать, значит, миропомазанника, чтобы он потом вам сидел до самой смерти. А что нужно всех ротировать до бесконечности. И, конечно, если у нас ротация, которая тоже вроде бы как не зависит от заслуг человека и от внешних обстоятельств, отсидел свой срок, выметайся, как хотелось бы нам всем, например, видеть. Так почему бы и тут не предоставить жребию некоторую власть? Еще одно направление, в котором развивается современная демократия, мы, конечно, говорим о Первом мире, и это тоже связано с медиатизацией, это то, что называют мониторной демократией. Что это такое? Мониторная демократия – это политическая система, в которой граждане постоянно наблюдают за тем, как власть осуществляется, благодаря тому, что информационные технологии позволяют это делать буквально в прямом эфире. Помните, были такие популярные видеоканалы «Стунские кабаны», когда камера устанавливается в лесу, и там можно смотреть, что там кабаны делают. Вот властные структуры все больше и больше обнаруживают себя в этой самой роли. На них тоже смотрят практически никогда не спящие камеры, за ними все время наблюдают. Они, кстати, потом удивляются, как в интернете появляются фотографии, как они на заседании Государственной Думы сидят в планшетах и говорят на суд. Они удивляются, потому что они родились в другую эпоху, и они совершенно не привыкли к этой новой прозрачности. К ней никто не привык из тех, кому сейчас больше, я думаю, 15 лет. Нам всем будет некомфортно в этой новой обстановке, но никуда мы от нее не денемся. Мониторная демократия предполагает делегирование части власти общественным организациям, которые, собственно, осуществляют этот мониторинг. Это ведь не отдельные граждане, точнее, не только отдельные граждане, хотя и они тоже. Даже мы видим, какая власть может принадлежать и какие последствия могут произойти от поста в соцсетях. Написал человек возмущенный. А я там, не знаю, меня обругали в МФЦ. Или там пандус не установили, или меня не пустили с коляской в музей, или что-нибудь еще в этом роде. И он, глядишь, уже директор музея-то и уволили. Это власть публичности. Это тоже некоторые элементы мониторной демократии. Но самое интересное в ней – это как раз власть организаций, НКО, некоммерческих организаций, гражданских союзов, которые часто бывают международными, наднациональными. И, соответственно, их ветви и подразделения в странах осуществляют этот самый мониторинг. Пример этого, например, Transparency International. Кто-то ее любит, кто-то ее не любит. Там к правозащитным международным организациям много претензий. К Greenpeace у всех много претензий. Некоторые считают их иностранными агентами, некоторые считают безумными леваками, которые хотят уничтожить всякую государственную власть. Тем не менее, то, что им принадлежит какой-то кусок власти, которого раньше не было, который принадлежал государству, и его надзорным и контрольным органам, отрицать это невозможно. Понятно, что все недодемократии, вот эти самые наши с вами промежуточные режимы, очень стремятся ограничить деятельность именно общественных организаций и особенно разорвать их связь с их международными коллегами во имя защиты своего священного суверенитета. Никто не хочет, чтобы контролировал кто-то другой. Каждый хочет контролировать сам себя, разумеется. Каждый хочет сам себя контролировать экологической инспекцией, никто не хочет, чтобы к ним приехал Greenpeace. С настоящей экологической инспекцией. Конечно, хочется сказать, что это все заслали враги или коммерческие конкуренты, или еще что-нибудь в этом роде. А тем не менее, то, что люди от этого защищаются, то, что режимы от этого защищаются, говорят о том, что это реальная для них угроза. Тем не менее, похоже, что будущее куда-то в ту сторону смотрит. Говоря о международных организациях и об их власти, и об их влиянии на демократию, надо сказать и вообще о наднациональных организациях, союзах, о новых империях, типа Евросоюз. А Евросоюз, конечно, назвали бы империей во времена Гамсбургов, во времена испанской, например, классической монархии. Все бы сказали, ну, конечно, понятно, это вот те, у кого никогда не заходит солнце, это, разумеется, империя. Мы сейчас это так не воспринимаем, но видно, что национальные суверенитеты ограничиваются некими наднациональными нормами. Как с этим делом будет дальше, тоже интересно, что называется, посмотреть. Есть теория, которую я тут уже пересказывала, по-моему, в какой-то раз, что вообще вот этот вот национальный уровень, национальное государство, он как-то провалится между, с одной стороны, вот этими самыми союзами объединяющими, страны и регионы, а с другой стороны, между властью городов, где все больше и больше концентрируется экономика и финансы, и человеческие ресурсы. Ну вот, есть популярная точка зрения, что там через 50 лет стран не будет, будут одни города и констелляции этих городов. Интересное влияние на демократию будет оказывать экономика постдефицита, она же экономика посттруда. Базовый доход, вполне реальность уже почти сегодняшнего дня, а завтрашнего дня точно в странах Первого мира. Как будут вести себя избиратели, не являющиеся налогоплательщиками, а являющиеся получателями вот этого вот тотального вэлфора, какими избирателями они будут, это интересно, потому что, конечно, демократия до сего дня была строем налогоплательщиков, граждан налогоплательщиков. Как это будет меняться в 21 веке, мы с вами посмотрим, это очень интересно. Но пока будет распределение власти, пока нет, где нет монополизации, а есть диверсификация, там есть демократия. Где начинается монополизация и концентрация, там есть опасность для демократии, там сеть сменяется вертикалью, там теряется гибкость, это бывает эффективно на коротких этапах для каких-то модернизационных рывков, почему авторитарная модернизация в 20 веке и в 18 и в 19 несколько раз срабатывала, но это на длительных исторических отрезках доказало свою низкую эффективность по сравнению с сетевым распределением власти и ответственности. Вот как много мы наконец-то прояснили все с демократией, что не надо по монархам ее определять, а надо по количеству власти, между кем распределить. Монархам совместимы совершенно. А и переходим к нашей следующей рубрике. Отцы великие теоретики и практики. Не так много времени у нас на сегодняшнего отца, но это не делает его сужим. Да, скажем самое главное, это не делает его менее значимым. Значит, у нас сложная поскольку сегодня Древняя Гриция. Отца нашего зовут Клисфен. Это афинский реформатор, государственный деятель, можно сказать, тираноборец, которого называют обычно отцом афинской демократии. Он, в свою очередь, стоит на плечах другого гиганта, о котором тоже можно было бы сегодня поговорить, Салона, законодателя и поэта, кстати, который тоже читал стихи. Я думала сегодня его стихи почитать, но они у него какие-то менее зажигательные и почему-то очень длинные. Значит, соответственно, основилась на археологии. Так вот, значит, что нам с вами важно знать про Клисфена? Три момента, которые в его реформах являются для меня наиболее значимыми. Значит, он уничтожил афинскую тиранию, афинскую монархию. И, собственно, он является установителем той республики, которая у нас сейчас ассоциируется с древнегреческой демократией. Главной его реформой была реформа территориального деления. Он уничтожил филы. Точнее, не то, чтобы их уничтожил. Филы – это территориально-родовые округа. Это распределение граждан по семьям, по большим кланам. Слушай, до этого, как это бывает вообще в примитивных обществах, власть, конечно, распределялась между кланами большими, разросшимися семьями и их родственниками. Это то, к чему человеческое общество очень сильно склонно. Если его оставить в покое и не накладывать на него железную сеть закона, то люди как-то сползаются вот к этому самому клановому способу. У него есть много проблем, потому что он, во-первых, провоцирует бесконечные конфликты. Если у тебя конфликт с другим кланом, то что ты можешь сделать? Вам трудно договориться. Легче всего друг друга перерезать. Браме и Джульетти, мы, собственно, видели, что-то похожее. Например, это высококонфликтный и низкоэффективный способ разделения. Значит, что он сделал? Он эти филы не уничтожал, но он на них сверху наложил другую сетку, так называемые демы. Дем, вообще-то, это, значит, деревня, но он в данном случае имел в виду другое. Это было устройство не родовое, а территориальное. То есть, это вот представьте себе, как если бы у нас у всех отменили фамилии и заставили бы нас называться по адресу, которым мы живем. Например, дали бы вам вместо фамилии ваш вот адрес. Вот вы на какой улице живете, да? На какой живете улице? На Речной. Вот, фамилия ваша была бы Михаил Речной, вы бы неожиданно ставили. Но надеюсь, имя бы не изменилось. Я бы был мать по речной все-таки. Все остальные ваши соседи, тоже были бы Речные. И вы образовали некую вот такую общность жителей улицы Речной. Соответственно, все гражданские функции были в этом деме сосредоточены. Там он вносился в списки, там он достигал совершеннолетия. Там, значит, он по названию дема, еще раз повторю, везде именовался. Хочется добавить и выбирал муниципального депутата. Совершенно верно. Там он участвовал в выборах, там он избирал и был избранным, там он, соответственно, в составе своей фаланги воевал. Потому что, еще раз повторю, эти люди бесконечно воевали. Шансов умереть естественной смерти у них было не очень. Много. Значит, дальше, там, где мы составляли третью, не буду сейчас входить в эти подробности, но, в общем, уничтожается семейный расклад и появляется территориальный, который, в свою очередь, наделяется гражданскими правами, как мы бы сейчас сказали, местного самоуправления. Вторая вещь, которую ввел Крисфен, это, собственно, жребий. Распределение должностей по жребию. То есть, каждый мог стать кем угодно на ограниченный период. И третья штука, которую ввел именно он, и которая должна была быть лекарством от тирании и от, собственно, концентрации власти, это знаменитый афинский астракизм. То есть, значит, 6 тысяч голосов, если ты получаешь за твое изгнание, тебя изгоняют на 10 лет. Это происходило с довольно многими знаменитыми жителями Афин. Ну, вот Алкивиад, такой христианский пример, всем знакомый Алкивиад, отрубивший хвост своей собаки и так далее. Значит, на что рассчитывал законодатель? Законодатель рассчитывал, в общем, на простую силу человеческой зависти. На то, что если появится кто-то, кто очень сильно там вытрогивает из общего ряда, то уж найдутся 6 тысяч человек, которые захотят от него избавиться. Соответственно, труднее будет вот этому самому популисту захватить власть. Ну, вот представьте себе, если в нынешней ситуации можно было бы там, ну, не знаю, 6 тысяч голосов, конечно, маловато, ну, там, не знаю, 600 тысяч голосов, и какой-то Дональд Трамп отправляется в изгнание на Филиппины. Набралось бы? Да легко. И дня бы не прошло бы. И дня бы не прошло. Но точно так же могло быть и произойти с его там какой-нибудь основной конкуренткой. У него тоже много не дружать. И вот так через некоторое время те люди, которые вызывают аллергию, удаляются. То есть черный пиар не работает совершенно. Черный пиар работает в противоположность. Ты можешь навредить своему сопернику, ты можешь навредить и сам себе. Поэтому астрахизм, который представляется нам нынче упражнением просто в рандомной жестокости, имел свою очень большую резонность. Особенно учитывая, что общество было маленькое и все друг друга знали. Итак, вот эти вот три момента. Территориальное деление и власть местного самоуправления, жребий и астрахизм позволили Клисфену, опять же опираясь на законодательную реформу Салона, основать то, что мы сейчас называем афинской демократией. И теперь мы переходим к заключительной рубрике нашей передачи. Слушайте, последнюю одну маленькую вещь скажу про Клисфена, чтобы закончить с тем, с чего мы начались. Насчет того, что демократию никто не любит. Он свой собственный строй, ему становленный, демократией не называл, потому что у этого слова был плохой вайб. Он это называл и саномией, то бишь равенством перед законом. Как вы видите, и жребий, и астрахизм, и все остальное действительно клонится все к этому равенству перед законом. Ну, то есть, построил демократию, но назвал по-другому. Назвал по-другому. Четыре человека. Как бы акцентируя тот момент, который всем нравился, в отличие от... Тех, которые не нравились. Собственно, вопросы. Уважаемые слушатели, я напомню, что вы пришли эти вопросы в день передачи нам на сайт или в наши соцсети в Фейсбуке, Однокласснике или ВКонтакте. Сегодня, кстати, почти все вопросы соцсетей, потому что на сайте как-то было очень странно. Поэтому я взял все вопросы соцсетей. Я эти вопросы отбираю сам. То есть, ведущий тиранически берет вопросы, откуда хочет. Может быть, я подозреваю, дорогие слушатели, он и сам их придумывает. Нет, все могут проверить. Нет? Я абсолютно чисто перед законом. Тогда вы считаете, что мои подозрения безусловны. Да. Собственно, отбираю три вопроса, Екатерина о них ничего не знает, и она прямо здесь, в режиме реального времени, услышит их и тут же на них реагирует. Времени у нас не очень много, поэтому попробуем это сделать достаточно быстро. Актическую краткость упражнение. Евгения Долиненко спрашивает вас. Здравствуйте. Скажите, как вы считаете, нужна ли в школах политология как предмет? И преподается ли она правильно и эффективно сейчас? В школах нужно то, что называется у нас основа государства и права или общество видение. То, что деткам преподают, но преподают, на мой взгляд, чрезвычайно плохо. Эти самые детки завтра выйдут и станут избирателями. Поэтому рассказывать им про наше государственное политическое устройство и по иной форме политических режимов совершенно необходимо. Мне кажется, что сейчас... Ну, хорошо, что вообще хоть как-то преподают. Мне кажется, что на это нужно отводиться больше часов и надо написать хороший учебник. Да, ну, потому что, например, почему я учился, там было четыре очень странные какие-то расплетенные науки и на выходе получилось что-то невообразимое странное. Надо преподавать очень практические вещи, которые понадобятся, еще раз повторю, завтрашнему избирателю, налогоплательщику и гражданину. Не все будут заниматься органической и неорганической химией, не все понадобятся отличать синус от косинуса, даже таблица умножения, она вся в этом самом калькуляторе и в телефоне. Но все имеют избирательное право. И все будут платить налоги, все будут соблюдать законы, все будут жить в условиях меняющихся законов и все должны осознавать свои права и обязанности. Второй вопрос от человека под ником Молчун. Он пишет следующее. Монтескье, или Монтескье, кому как удобнее, в своей книге о духе законов утверждал, что чем больше территория государства, тем меньше в нем демократии. Значит ли это, что в своих границах Россия никогда не будет демократическим государством? Оставим за в скобки, говорил ли так Монтескье или нет? Ну, Монтескье пытался вывести корреляцию между климатом и политическим устройством. Тогда это было чрезвычайно популярно. Это есть так называемая французская школа геополитики, которая чуть лучше других школ геополитики, немножко разумнее. Хотя это тоже, как показала история, в общем, в некотором роде ерунда. Есть много разных теорий на этот счет. Что вот северяне, они склонны наоборот к демократии одновременно свирепой, а южане, они расслаблены и склонны к коррупции. С другой стороны, северяне все тупые, замерзшие и пьют, а южане, наоборот, под солнцем расцветают и их способности находят себе полное выражение. Поэтому Италия золотая, Греция, и мы всем этим обязаны. Есть идея о том, что маленькие государства как-то больше к прогрессу человечества добавляют. Вот, скажем, там Елизаветинская Англия или, например, Афина, наоборот, или там маленький Израиль или маленькая Япония. Вот это вот все. С другой стороны, большие страны, Китай, например, или Соединенные Штаты, тоже, знаете ли, вносят свой вклад в будущее человечества. Что касается территории, дорогие товарищи, как надоели эти идиотские разговоры. Канада есть страна с очень схожей территорией и климатом. Отлично себе является демократией, образцом вообще для демократии смотрит с презрением на свою южную соседку, которая нынче вот впадает в разные свои сложности, хотя она их тоже преодолеет. В смысле, Соединенные Штаты преодолеют. Но и в Канаде все чрезвычайно хорошо. Россия не очень большая страна. Россия страна мало и редко населенная. Население у нас концентрируется в 15-18 городах. А между ними пустота. Народа у нас мало. Больше его не будет. Вымирать мы не вымираем, опять же, спасибо правильно понятой демографии. Но и большого прироста, естественно, у нас с вами тоже нет. Поэтому мы страна просто совершенно созревшая для демократии, потому что у нас как раз городское, взрослое, образованное и не очень многочисленное население. В общем, хватит обращать внимание на ерунду типа количества квадратных километров и надо зрить в корень и в суть. И последний вопрос, один из самых частых. И он был в нескольких вариациях, поэтому я вам его безусловно задам. Спрашивает человек под ником Ксения Владимировна и спрашивает у вас следующее. Какой из вариантов лучше всего для системы в России в 2018 году при условно-аппозиционном настрое голосующего при голосовании на президентских выборах? Тут есть варианты. Первый, голосовать за кандидат против всех в скобочках. Второй, портит бюллетень, если против всех. Или третий, просто не ходить на выборы. Очень много людей спрашивают. У нас буквально две минуты. Что посоветовать? Базовые тезисы. Первое. Сорвать выборы низкой явкой нельзя. Второе. Выборы состоятся, как вы понимаете, при любой явке. Ходить на выборы вы не обязаны. Это ваше право, но это не ваша обязанность. Объясняться, почему вы не пошли, вы тоже не обязаны. Люди ходят на выборы, если они видят кандидата, которого они по тем или иным причинам хотят поддержать. Мне представляется, что изобретение сложных схем, как мне лучше не пройти мимо тещиного дома без шутки, каким образом мне показать, мне представляется каким-то извращением ума. Еще раз. Давайте вернемся на базу. Выборы – это когда кандидаты разные представляют вам свои программы и самих себя. Если вам кто-то нравится из них, кто-то вам симпатичен, вы хотите поддержать этого человека, может быть, он, например, наберет много голосов и дальше его политическая карьера разобьется. Он станет серьезной политической силой, у него откроется будущее, с ним придется считаться. Куски его программы придется заимствовать, потому что их поддержало много людей. Если вы видите такого кандидата, придите, не мудрствуя лукаво, и голосуйте. Если никто вам не нравится и вам не симпатичен, не приходите и не голосуйте и не объясняйтесь по этому поводу. Еще раз повторю, вы не обязаны. Вообще очень глупый вопрос, почему вы не? Почему вы не уехали, не развелись, не пошли голосовать? Что-нибудь еще? Объясняйтесь по поводу того, что вы сделали, а не помните того, чего вы не сделали. Это вообще какое-то идиотское совершенно направление мысли. Если вы хотите продемонстрировать свою протестность, то есть вам ни один из кандидатов не нравится, вы хотите показать, что вам все типа того, что надоело. Ну, смотрите, уничтожение графы против всех блокирует такую возможность. Действительно, что бы вы ни пришли и ни сделали, вы увеличиваете явку. Явка, в принципе, работает на большую легитимность. Да, есть такое дело. Если вы хотите, чтобы эти выборы как бы были вот такими вот жалкими и невыразительными, то, наверное, вам надо стремиться к тому, чтобы на них пришло поменьше народу, чем, нежели побольше. Значит, портить бюллетень, рисовать в нем чего-то, но это игры для несовершеннолетних, они несовершеннолетние не обладают избирательным правом. Я даже сейчас не буду всерьез обсуждать все эти альтернативы. Без секунд. Не запутывайте свою бедную голову сложными расчетами. Еще раз повторю, выборы – это выбор из кандидатов того, кто вам ближе и симпатичнее. Если такое есть, придите и проголосуйте. Если такого нет, не ходите, вам там делать нечего. Это была программа «Статус» Екатерина Шульман ввел эфир «Майкл Найки». Увидимся с вами ровно через неделю. Это была программа Екатерины Шульман «Статус». Московские старости. В настоящее время в Петрограде сформироваются новые кадры красногвардейцев для отправки их на юг, для борьбы с украинцами и Калединым. Передают, что в течение трех недель решено образовать армию из ста тысяч красногвардейцев. Русская делегация и Троцкий не отказываются от мысли заставить немцев перенести ведение мирных переговоров в нейтральные страны. Немцы высказываются против Стокгольма. Большевики не отказываются в течение и течение трех недель «Стокгольма». Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова